Мы очень рано вас посетить с нашим молодежью, с нашим молодежным хором. И давайте мы сейчас вместе споем песню Богу. «Голос нежный твой я узнаю из тысячи». Бывает тяжело, бывают какие-то проблемы в жизни, но как хорошо ощущать, приятно ощущать, когда приходишь в Дом Божий, и ты можешь услышать слово, что-то для себя, для своего сердца, для своей внутренности. Это этим надо ценить, за это надо Бога благодарить. Ведь люди этого мира не имеют этого, братья и сестры. И это очень большая ценность. Поэтому давайте мы споем сейчас Богу эту псалом. «Голос нежный твой». Голос нежный твой я узнаю из тысячи. «Голос нежный твой ясный твой ясный твой ясный твой. Ты сохранишь меня от скорби и слез. Ты проведешь меня за собой в небеса. Ты утешитель мой, Дух святой. Словом усть твоим насыщается душа моя, Не могу молчать, я желаю хвалить Тебя, На моем святой. Ты в своем присутствии за руку веди, Чтобы не стогнуться мне. Ты защитишь меня от всякого зла. Ты сохранишь меня от скорби и слез. Ты проведешь меня за собой в небеса. Ты утешитель мой, Дух святой. Ты защитишь меня от всякого зла. Ты сохранишь меня от скорби и слез. Ты проведешь меня за собой в небеса. Ты проведешь меня за собой в небеса. Ты утешитель мой, Дух святой. Ты защитишь меня от всякого зла. Ты сохранишь меня от скорби и слез. Ты проведешь меня от всякого зла. Ты проведешь меня за собой в небеса. Ты утешитель мой, Дух святой. Слава Иисусу, друзья, за этот вечер, за то, что Господь сегодня живой, за то, что Он знает каждого из нас, видит нас и, я верю, отвечает на наши молитвы. Знаете, каждый раз, приходя на служение, я верю, что каждый из нас приходит сюда с каким-то ожиданием. Мы не приходим сюда просто так, по обычаю, но каждый из нас хочет что-то услышать. Что же Господь скажет сегодня ко мне через слово, через пение, через стихи, через все, что говорится здесь. Вы знаете, Бог Он говорит, Бог Он никогда не молчит, а зависит от того, могу ли я услышать Его, хочу ли я услышать Его, открыт ли я для того, чтобы оставить все и настроиться слышать слово от Господа. Исайя говорит такие слова, что ты скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот, Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. Друзья, я верю, что источник сегодня открывается здесь. Там, где двое или трое, написано, там и я посреди них. Он есть тот источник, который не иссякает. Он есть тот источник, у которого всегда есть вода, к которому, приходя, мы можем всегда, всегда восполнить нашу жажду, в чем бы она ни была. В чем бы ни была моя жажда или моя нужда, единственное, что может изменить, возможно, не мою ситуацию, но то, как я на нее смотрю, это тот источник, это та живая вода, это то, что может дать мне Бог. Дорогой друг, и сегодня сам Бог говорит тебе и мне, вот Бог, вот Бог спасение мое, уповаю на него и не боюсь, потому что Он есть тот источник, потому что Он есть спаситель нашей души, потому что Он знает тебя и меня лично, Он познал меня еще до того, как мы родились. Не приятно ли это знать, что Бог, который сотворил меня, Он сегодня хочет слушать меня, хочет отвечать на мои молитвы, Он хочет иметь общение, Он хочет иметь общение со мной. Поэтому, друзья, давайте сегодня приготовимся услышать, приготовимся услышать, смирим наши сердца перед Богом, откроем их и скажем, Господь, говори, я готов слушать тебя. Давайте сейчас коротко помолимся, призовем Его сюда, пригласим Его сюда, пригласим, чтобы Он сегодня пришел, благословил нас для Своей славы. Аминь. Дорогой Господь! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь Иисус! Мы сегодня приходим к Тебе, дорогой наш Господь! Дорогой Иисус, мы в этот вечер, Господь, в вечер мирный, Господь, приходим, Господь, перед Тобою, просто склоняясь, Господь, нашими сердцами, просто, Господь, прославляя Твое имя, Иисус, говоря, что Ты наш Бог. Мы, Господь, верим, Господь, что Ты силен сегодня, Господь, что Ты не изменился, Господь. Твое намерение нас, Господь, оно осталось, Господь, таким же твердым. Твое, Господь, цель спасения нашей души, Господь. Твои намерения благословить нас, Господь, сегодня не изменились, Господь, Но они сегодня сильны, чтобы, Господь, обновиться, обновились обетования Твои сегодня для нас, Господь. И мы славим Тебя и благодарим, Господь, в этот вечер. Мы хотим сегодня, Господь, услышать от Тебя Слово. Мы хотим, Господь, сегодня, Господь, услышать, что Ты хочешь сказать в мое сердце, Господь. Мы, Господь, сегодня приглашаем Тебя. Прийди сегодня, Господь, и раздели это общение с нами, с каждым из нас, Господь. Мы приглашаем Тебя, Господь. Сегодня будь среди нас. Благослови нас, Господь. Наполни нас, Господь, миром и радостью Твоей. Наполни нас, Господь, удовлетворением Твоим, Господь, потому что ничто не несет нам, Господь, покоя, как только общение с Тобой, Иисус. Мы сегодня приглашаем Тебя. Раздели с нами это общение, Господь. Прославься сегодня Ты, Господь. Мы хотим сделать Тебя центром нашего служения, Иисус, потому что Ты этого достоин. Наш Бог. Аминь. Мы также будем петь песню. Жажду я Тебя, как иссокшая земля. Давайте мы вас жаждем Бога. Давайте мы зовем Бога, поищем Бога на этом служении, чтобы опять не приходить, как, возможно, для кого-то стало просто традицией, прийти в воскресенье вечером на служение, поставить чек-марк. Но давайте мы что-то было от сердца, потому что, чтобы не проходить время, не проходило зря. Возможно, все мы заняты. И давайте искать Бога. Давайте в этом служении, в этой песне мы жаждем Бога. Субтитры создавал DimaTorzok И я буду искать Тебя всегда. Жажду я Тебя, как иссокшая земля. Жажду я Тебя, как иссокая 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 земля. Жаждет дождя, жаждет дождя. Ищу лишь одного пребывать в доме Твоем, Красоту Господню садиться. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освяти мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой, Дай надлится мне Твоей воды живой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, освяти мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой, Дай надлится мне Твоей воды живой. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава, слава Тебе, мой Бог, Садов Святой! Слава Богу, слава, слава Богу, слава, слава и хвала! Слава Богу, слава, слава Богу, слава, слава и хвала! Слава Богу, слава, слава Богу, слава и хвала! Слава Богу! Слава Богу! Ты нам приготовил, Господь, чтобы мы не упустили, Господь, чтобы мы приняли сердцем, Господь, чтобы мы не забыли, Господь, то, что Ты будешь нам говорить, Господь! Пусть это будет все во славу Твою, Господь! О Тебе честь и слава, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Можем присесть! Дорогие братья и сестры! Первая проповедь будет Роман Котелевский, после проповеди будет пение хора нашего, и во время пения хора нашего будет пожертвование наших десятин, и последует потом Тимофей свидетельством. Да благослови Господь! Дорогие братья и сестры! Спасибо. До встречи! Это хорошо здесь быть, всегда здесь хорошо быть. мы не ждем присутствия Божия Он уже здесь потому что мы стоим на Его обетованиях мы не просим, чтобы Бог пришел Он уже здесь когда мы в это верим оно меняет наше мировоззрение как мы видим и оно изменяет нашу жизнь и что я люблю про Иисуса это даже когда мы не думаем Он уже знал нас и Он нас определил чтобы мы были подобными Богу чтобы жить как Он жил чтобы думать как Он думал и чтобы реагировать как Он слава Богу и здесь быть хорошо и я полностью уверен что мы служим Богу который есть живой который не только есть живой но Он и двигается каждый день я не хочу ждать какого-то сверхъестественного соединения или прикосновения Божьего оно есть внутри нас и Он говорит что Царство Господне внутрь вас есть и если вы это не понимаете вы не можете это жить поэтому есть вещи которые надо понять Иисус говорит и Он говорит много хороших вещей и мы пройдем через некоторые из них сегодня и главная тема сегодняшнего дня это есть живое или действующее слово я хочу войти в тему это будет наше знание умственное знание и наше сердечное знание духовное и причина почему я хочу зайти или затронуть эту тему несколько ночей назад я молился пред Господом и я молился за церковь просто в общем и я спросил Господа почему такое происходит что мы можем все знать познать но не жить тем чем мы знаем почему я могу знать все что сделал Иисус и еще не ходить но не ходить и не поступать так как Он поступал я думаю что это очень печально когда у нас есть очень много молодых людей которые выбирают уйти из церкви потому что они не нашли удовлетворение в Иисусе Христе и мы все знаем что это самая удовлетворяющая вещь когда живое слово живет внутри вас это даже не есть чтобы чувствовать Его это даже не есть чтобы знать Его и знать Его своим сердцем своей душой Петер и Петр он был очень близко к Иисусу в 2 Петре chapter 1 verse 3 и 2 Петра 2 глава 3 стих Петра talks about something и Петр говорит о неком он говорит от Его божественной силы он дал нам возможность чтобы жить святой благоугодной Богу жизнью Павел in Romans chapter 6 и Павел римлянам 6 главой он говорит так как Христос умер для греха consider yourself to be dead to sin почитайте из себя мертвым для греха и что это обозначает что обозначает быть мертвым для греха что обозначает быть мертвым для чего-то в что мы родились апостол Павел говорит тем же путем как вы вошли в воду вы умираете этим желанием если оно растет и строится внутри вас как вы можете это умертвить это очень просто делая работу духа только для работы духа только доводит хорошего и работа плоти приводит к смерти и доводит смерти всегда и я спросил Бога почему иисус говорит что любой который слышит мой голос он будет последовать за мной and I come to church and I hear the word of the living word yet I walk out of church and life situation comes and there builds up anger and confusion and problems and division и разделение dissension всякие несогласия апостол Павел говорит что это работа это плоть it's it's one thing to know it with your head and it's a way different thing to know it with your heart when you know it with your heart it's your life when you know it with your head you think it's your life but who you are is proven when you're under pressure what's inside of you is proven when there's life situations going on I'll share a little testimony when my brother died two years ago there's a lot of things that can go through your mind and through your heart I remember coming home that night I got behind the piano and I started playing a song I've never played in my life I only heard it a couple times I supernaturally start playing it and this song says Jesus I worship you I lift your name on high this song of praise will be my cry it's all I sang the whole night and some people looked at me and how can you not mourn because I found my comfort in the Holy Spirit and it was with my heart and it wasn't with my mind it wasn't just saying I believe in Jesus it was knowing that I believe in Jesus and he lives in me and he's the hope of glory so I want people to see Jesus inside of me because that's what the father desires Jesus says a good tree produces good fruit a bad tree produces bad fruit good tree can't produce bad bad can't produce good for you will know it's the tree by its yes and we read this right and we get so focused on the fruit and we настолько focus on the fruit why because Jesus says buy their fruit but if you don't realize what Jesus is actually talking you'll miss the point he's talking about the tree why because a good tree produces good fruit if you see somebody doing something that's not good and you want to go to them and change their fruit you're probably only going to end up hurting them why because according to your head knowledge it's not good because the root of the knowledge is bad but when the spirit of God comes into your heart it changes your perception it changes everything about you so if you know this and you know that the person that's doing bad needs a supernatural heart transplant that's only available by the power of the living God so if I see somebody doing something wrong I know it's an issue in their heart and it needs to be dealed in their heart and that's when you can only rely on the Holy Spirit you can open John chapter 8 verse 31 and Jesus is talking to the Pharisees those Jews who believed in him he says if you continue in my word then you are truly disciples of mine and you will know the truth and the truth will set you free or the Jews go what are you talking about Jesus we're descendants of Abraham never been in slavery what are you talking about and Jesus says I tell you the truth anyone who commits sin is a slave to sin so we know that Jesus is talking about freedom from sin so truth holds much power if I am married and I really believe that my wife cheated on me but the truth is she is hold on but the truth is that she didn't cheat on me what's more important what I think what I believe what I or the truth the truth right that she really didn't cheat on me so don't we have to see the truth about how God sees us last I read in my bible he never remembers my sin so I won't walk in it Paul says I let go and I stretch forward to the coming of the king I'm going to share a couple things and I'm going to let you guys go these are testimonies and these will encourage you I was just in Oregon not too long ago and I love to love people I don't love people because I know it's good to love people I love people because I know that I am love yes by God and he can love through me and there was a guy I don't know 16 years old and I'm just on the street if you want to find me you'll find me on the street loving on people and so I see this guy and I stop him because I want to tell him the good news and I shake his hand I'm like hi my name is Roman I'm from Tacoma he's like what are you doing here man I say I come here to give you the good news he's like oh yeah what's that oh my Jesus is in love with you and I'm still shaking his hand at this time and he turns around and he lifts his hand and he says oh no man I'm a satanist what he said I'm a satanist 16 years old dear friends if we don't learn to see people from God's eyes you won't be able to love them I said come here man give me a hug and I gave him a hug I said you have no idea how much God loves you and God started opening up his heart to me and I said you've been hurt by a people close people and church and he looks like how'd you know I said that's not what Jesus would do Jesus is gonna come into you transform you and then you'll be a Christian you cannot change a person with your understanding of them you have to have a heart after what God's after and I talked to him more I'm like can you let me pray for you you know what he said he said okay I put my hand on his chest I pray for the love of God to come over him and he opens his eyes he goes wow I'm like what's going on man and he goes I was just cold because it's freezing outside it's below 30 and now I'm burning I said that's the love of God and he wants you to go home tonight and he wants you to talk to him again because he loves you he goes okay man and just couple days ago we were at Wendy's we were hungry and three guys walk in and I see them as soon as I see them I hear on my heart go I love it when the Holy Spirit talks to me and I go and sit down with them and I start talking with them loving on them and I tell them a lot of things I can't really share right now because it's time and then one of them had an ankle that was hurting and it's okay and I said listen God's about to heal you and you will know that everything I told you was true he goes no man I was like yes and I get down put my hands on his ankle and I pray for it and God heals him on the spot this guy stands up and he's jumping on his foot and he starts cussing he says who are you with extra words in there and I said be quiet for a second and give me a hug I love to give people hugs he's like man who are you and he's like who are you I told you that Jesus is here and he loves you I look at one of his friends say you hungry he says yeah I'm like can I buy you some food he goes really I'm like yes it's like why would you do that because Jesus loves you I buy him food and then I had a vision for them I'm not going to share for the lack of time and one more quick testimony this one will encourage you for sure me and my friend Dennis we're running out of the mall out of the mall because we're late somewhere and so we're running and I just remember I'm passing by this one lady she walked past me as soon as I saw her face I stopped I turned to this lady said excuse me ma'am do you have any kids and she turns around and she goes yes I look at her I'm like ma'am are they going through a hard time and she goes yeah I'm going through a divorce and I look at her with almost tears in my eyes I say ma'am I have no idea why I'm here I don't know I don't know why you're here but I know one thing that Jesus is here and he loves you he loves your husband and he loves your kids God started telling me things about her and I told her I was like God's telling me right now that you've been making all your decisions without asking him and you haven't even thought about him and right now you're being convicted and I see tears on her eyes because she knows everything I'm saying is true and God's opening her wide and pouring his love into her I said ma'am God wants you to do something tonight he wants you to go home he wants you to get away from everyone he wants you to lay your situation out before him and he wants you to ask him what to do he's going to put something on your heart and you're not going to believe that it's the right decision but in due time you will see this is the best decision you've ever made in your and I see these tears in her eyes I said ma'am what are you going to do and she says my friend I'm going to be obedient you see dear friends this could have changed her marriage to know the love of God with your heart are you loving people because you think it's good to love or do you love people because you understand this is who we are in Christ because when you understand that this is who you are in Christ nothing can ever change you thank you dear friends for listening we will get on our knees and we'll pray to the father and let's ask him to make our hearts love in Jesus name amen 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 yes Jesus yes Jesus yes Jesus it is it is your love God it is your love that does not have any borders any boundaries God it is so big God it is so big for us to be together oh Jesus thank you father we honor you here in this place God we honor you God here in this place because you're deserving of all the honor father father we don't seek attention from each other God but we seek your attention that is given to us tonight God father we don't seek after tomorrow God but we seek after this moment that you've given us God and I ask in your holy and righteous and mighty name that you allow us to become and to be conformed into the likeness of who you are and not who we think we are father I ask tonight father that this message that I faithfully delivered God whatever you put on my heart father will transfer into their hearts and these seeds father will grow in their hearts in the name of Jesus Christ God we always desire father is you father in your presence to always be in your presence God we love God we love we love God we worship God and we believe that you are real in this place God that you love God and you never leave us God and I ask for your grace to create in us your love God that you will be in your heart in this unity God in the midst God in love God I ask for your grace and your grace in this place that we understand God your heart that we were like you God thank you God for this time that we have for you your name will all glory in the name of the Father and the Holy Spirit Amen our the the earth the earth your earth the earth earth the your will on earth like the earth bread on earth earth give us every day and forgive our 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 will forgive our 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 and not it is our искушения, но избав нас от дуга, ибо Твое и Царство, и Сила, и Слава веки. Извините, я не знаю, как хорошо молиться или говорить по-русски или по-украински. Слава Богу! Знаете, самое главное, что Иисусу наше сердце. И Вин реальный. Пусть Вас Бог благословит. Дорогие братья и сестры, это будет на нужды молодежи пожертвования. Хор, пожалуйста. Пусть Вас Бог благословит. Пусть Вас Бог благословит. Иисус, Ты мне показал путь спасения, дорогу веры, дорогу любви. Ко мне сошел Ты с небес, и открылись глаза, глаза мои. Иискала я лишь земных наслаждений, желала счастья я только себе. Но Ты пришел для того, чтобы все изменить в моей судьбе. Ты, Альфа, Ты, Омега, я верю в Тебе. Мой Господь, Мой Господь, как Иисус, при Тобой я в молитве звоню. Знаю я, Альфа, я верю в Тебе. Альфа, я верю в Тебе. Ты, Альфа, ты, Омега, я верю в Тебе. Мой Господь, Мой Господь, за Иисус, при Тобой я в молитве звоню. Знаю я, Ты, Альфа, я верю в Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше написано с 27 стиха, даже с 26. «Посмотрите, братья, кто вы призванный, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «И, конечно, если нет Бога, то нет греха. И все, что говорили родители, все, что, может быть, слышал в церкви уже, на меня как бы не действует, если нет греха. И, конечно, есть и последствия после этого, и, конечно, последствия очень тяжкие. И я вот начал вот со временем потом уже употреблять наркотики, и это, я не буду уже входить в какие, и то, и то, но это очень сильно погрузился. И был момент, где я и продавал свои вещи, там, и гитару продал, и такие разные моменты, и там, и фотоаппарат продал, такие просто глупые вещи для того, чтобы получить временно это греховное наслаждение. И вот Господь помиловал меня. И было особое время, где Бог уже вот прям работал в моей жизни, где я уже начал замечать или что-то, что вот какая-то была склонность к тому, что я слышал в детстве. И было тоже момент, где я уже и обещание сделал Богу, что я больше никогда не буду курить. И, конечно, я его и нарушил вскоре, после. А потом я вот сейчас хотел бы вот более привлечь внимание на то время, когда я находился вот на служении, уже это было воскресенье, это было 4 июля 2010 год. И я вот хотел бы вам с вами поделиться то переживание, которое вот я пережил. Тот, как бы, как сказать, особый момент такой, который изменил мою жизнь. И, конечно, Бог работал в моей жизни не в один день, а за многое время. И я вот пришел вот в церковь, конечно, уже в таком состоянии, где уже не так, что нету Бога, а уже в таком состоянии, где Бог уже меня учил страха Божия. И вот раньше, которое я получил вот на удовольствие от этого вот греха, вот, скажем, от этого, как бы, кайфа или что, я, это уже вот, уже не то же самое было переживание. Уже был особый страх, где уже как будто преграда Божия была отодвинута от меня. Потому что я уже, как бы, в тот момент, я когда уже начал то идти, я принял решение, что нету Бога, что я буду верить, нету Бога. А когда уже вот я сделал ему обещание, что не буду курить, и нарушил, уже как-то по-особому начали складываться, вот, по-особому у меня был уже подход к этому. И вскоре, конечно, я был на служении 4 июля, и это было утрешнее служение, но, конечно, там в час, кажется, начиналось, это была другая церковь, не здесь. И там я сидел на самом-самом заднем ряду. И это, как я предполагаю, я был, вот, конечно, вот трезвый, просто я сейчас точно не помню. Это такие моменты, что вот память и восстанавливается, и вот восстанавливался уже намного лучше, но это тогда уже я, вот, как я помню, был, я более такой трезвый. И, как сказать, вот, по-особому, я даже не помню, что проповедник говорил, что там кто-либо говорил, но просто как-то так получилось, что прям как будто, как это сказать, внимание самого Бога было устремлено ко мне. И я увидел свою жизнь в такой сфере, которую, как я раньше ее не видел. И все эти моменты, в которые, даже, ну, многие моменты, в которых я вот принял, в которых я поступал, веруя, не веруя в Бога, уже я начал видеть милость и любовь Божию ко мне. И это просто меня сокрушало, это сокрушило мое сердце. И я вот, у меня уже было такое побуждение, такое твердое, как бы, такое, как сказать, уже умиление в сердце, что покаяться надо, что есть несчастье, то, как бы, никогда, такое чувство. И, конечно, нелегко было выходить в той церкви, вот, скажем, наперед. И люди там знали о том, что я вот, как бы, тоже, что так я сильно, за меня там и постились, и молились, что я так сильно опустился. И это, когда вот я вот через это переходил, когда вот переживал вот это чувство, мне пришел такой пример в разуму. Это был, я вот слышал, когда-то раньше, что я посещал церковь, бывало, так уже много речи, это речи, конечно, как бы, меньше. А так, был такой пример, я услышал, где вот имеют вот христиан, я вот, конечно, недословно скажу, но просто помогу вам, может, понять какую-то мысль, которая у меня была в данный момент. Ну, это, и просто, что стояли вот христиане, или те, которые вот в советском Сьюдзе, и их готовы были уже стрелять. И у них было последнее слово. И один дедушка, он сказал что-то, что один из стреляющих покаялся. И, конечно, я не помню, если его тоже застрелили или нет, ну, просто он покаялся, и такое для меня было, что вот как бы, даже когда я вот тогда вот прибываю в церкви, просто для меня это что-то как-то я услышал, но в тот момент просто такие мысли, что я мог, такие как бы, как сказать, может, не в словах мысли, но такие понимания, что я мог бы умереть ради разных глупых вещей, но я не был готов умереть для Бога. И, конечно, вот я вышел, покаялся, и Господь изменил меня. Та молитва, которая была в той церкви, это была баптистская церковь, может, вы когда-то слышали или были там, там, конечно, не так, как у нас молятся, там есть разница, но в данный момент, когда я вышел, я слышал, вот закрытыми глазами стоя, стараясь не думать о тех, кто меня окружает, я чувствовал одно из моих первых духовных переживаний, где я чувствовал такую поддержку в духовном мире, как бы, как личности, вот, как бы, которые это в духовном мире меня поддерживают, за меня молятся. И это было такое прекрасное чувство. И когда я встал с колен, это для меня была уже новая жизнь. Для меня уже это было то, что уже вот как бы иди впредь и не греши. И, конечно, уже вот, как бы, я начал уже более быть открытым к разным этим, это, к разным этим, что церковь имеет, там, этими разные активитизы, или разные эти предприятия, что церковь там имеет. И уже более был открыт к этому. И, конечно, вот, то, что я вот раньше делал, то, где я раньше находился, это я не забыл. Я даже на данный момент могу сейчас взять и начать сидеть, и помнить, через что я проходил. Ну, конечно, вот просто мой смысл, почему я это вам говорю, что вначале было, как сказать, тоже нелегко, но, как бы, чтобы не делать то, что я раньше делал, не идти к тому греху, которому я раньше шел, чтобы получить то успокоение или, там, знаете, то удовольствие, то, что на самом деле я был несчастен. Я был несчастен. Представляете, человек, который не видит жизни после смерти. Это смерть, это ужас. Это, как сказать, просто пустая жизнь. И, конечно, вскоре, уже когда вот, уже верующий, я уже, у меня такое чувство было, что, как бы, уже это мой последний шанс, как бы, мой последний шанс, что вот это я имею возможность. И это меня толкало, чтобы я не вернулся. Даже когда у меня моя плоть хотела обратно, меня просто толкало, чтобы, думая, что это мой последний шанс, что я могу, вот, как бы, иметь эту часть, это, со Христом, или, вот, эту часть иметь с верующими. И, конечно, вот, приходили разные искушения, приходили разные моменты. Конечно, вот, сатана, он не начнет, он, может, будет вам послать какие-то искушения, даже и когда хорошо, и он так и делает. Но, когда приходит тот трудный момент, в который я раньше бы бежал бы к этим всяким средствам, чтобы вы себя успокоили, что-то, уже в это время, когда эти трудные моменты приходят, я уже туда не могу идти. Бывали времена, где я решал просто сидеть у себя в комнате, и у меня просто слезы капали из моих глаз. И я сидел там, держа Слово Божие. И я верю, что живой Бог, Он видел меня. И несмотря, чтобы о мне думали люди, о, что он, какой слабый, плач, дома сидит, держит Слово Божие. Несмотря, что о мне думали люди, я верю, что Бог видел меня. И, как здесь написано, «Облаговенствовать не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо Слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия». То, что многие не поняли о Иисусе Христе, то, что многие не поняли о Его жертве на кресте, даже были те, которые проходили и кивая головами, как бы говорили, знаете, «Спасал других, спаси себя самого». Ну, Господь явил Свою милость и даровал мне ту веру, чтобы я мог в это верить. И я стараюсь держаться за это. Почему же я стараюсь это делать? Я хотел бы с вами открыть Первое Петра. И это, если кто желает, это первая глава. И это, я вот, конечно, у нас тема о слове и жизни. И это как раз будет и подходить к теме. И это будет с 18 стиха. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. И теперь, смотрите, послушанием истины, вот послушанием, мы сегодня уже слышали, что про послушание, послушанием истине через Духа, очистивший души наши к нелицемерному братолюбию. Я скажу, даже и сестры включаются в это тоже, я это верю. И это постоянно любите друг друга от чистого сердца, от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Аллилуйя, Слово Божие есть живо. И вот я хотел бы уже, исходя из этого, даже вот дальше прочитаем, но Слово Господне, даже вот 24 стих, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. И насчет, вот я с вами поделился свидетельством, или части свидетельства, конечно, оно такое, что я вот как-то особо выбрал, о чем с вами поговорить. Но вот я хотел бы с вами поговорить еще о одном человеке, который тоже делился свидетельством. И это свидетельство, ему даже это, он должен был платить за это. Он как-то даже заплатил за то, что он это свидетельство этим делился. Вот давайте откроем книгу Откровения, кто желает. И это написано, это будет написано, 9 стих я прочитаю. Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос. За Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Братья и сестры, что я хотел бы сказать? То, что я вам говорил вот о моем свелистке, это на самом деле, как сказать, это Божие. Если, как сказать, вот понимаете, есть то место, где еще всякое даяние благое не исходит от Отца, как бы, Света, или от Отца Небесного, но что вот это свидетельство не только меня, но и вас, все, кто есть, находятся на этом месте, это свидетельство того, что Иисус Христос сделал на кресте. Это свидетельство той крови, которая была пролита на кресте, Иисуса Христа, крови Иисуса Христа. И мой вопрос к вам, как мы относимся к крови Иисуса Христа? Как мы относимся к Слову Божьему, которое нас направляет к жертве Иисуса Христа? И вот сегодня было тоже сказано, вот Рома сказал насчет того, что стремлюсь к почести, что стремлюсь как бы к Вышнему званию во Христе Иисусе. Я хотел бы с вами открыть книгу Откровения. Это уже будет последнее место, я буду уже заканчивать. И это написано книга Откровения, 7 глава и 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред агцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и ангцу. И все ангелы, и там дальше вот это пишется, и вот, и потом я хотел бы вот с 13 стиха, и начав речь, один из старцев спросил меня, вот я хотел бы, чтобы вы внимательны были особенно к этому, сии облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли? Это тот вопрос, который Иоанн получил. Я сказал ему, это Иоанн, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелели одежды свои кровью ангца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат ему день и ночь. Это в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут, не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И оттерет Бог всякую слезу с очей их. Каждый человек, кто здесь находится, это есть обетование для вас. Кто желает быть соучастником этого Евангелия, вы можете сегодня засвиделиться об этом в вашей жизни. И как это сделать? Засвиделиться, что Иисус Христос есть тот Мессия, есть тот Слово Божие, есть тот, кто пришел в этот мир за ваш грех. И он страдал за вас на кресте. И ваше наказание было на нем. И веруя в него, вы получаете спасение. Так что пусть Господь нас благословит. И еще вот, смотря в это, мы можем увидеть, о, много людей, да, там какие-то люди там где-то находятся с пальмами в белых одежах. А на самом деле, что такое вера? Вера есть вот, а шустрей, это... А шустрей, ожидаемого и уверенность невидимого. Я хотел бы задать вам вопрос такой. Кто из вас видит себя в этом количестве людей? Кто из вас стремится туда, туда, где вас ожидает агнец Божий? Так что пусть Господь нас благословит. Если вы желаете, я хотел бы привести нас к молитве. И если вы не против, придем к Иисусу Христу. И я верю в силу крови Иисусу Резай на этом месте. Мы можем встать, как хотите. Иисусу Резай на этом месте. Господь, Господь, Иисус, ты достоинший славы, Господь. И каждое свидетельство, каждое, кто находится здесь, на этом месте, Господь, это есть часть Твоего свидетельства, Господь, Твоей святой крови, Господь, которая очищает всякого приходящего к Тебе, Господь. Господь, Господь, Иисус, мы нуждаемся в Слове Твоем, Господь, в Слове Твоем живом и действующем, Господь, в наших жизнях, Отец Небесный. Ты знаешь, каждое сердце, Господь, на этом месте. Ты знаешь, Господь, что каждый из нас нуждается в Слове Твоем, не только воскресенье, не только, Господь, какие-то вот временные дни в нашей жизни, Господь. Но каждый день мы нуждаемся в этом общении с Тобой, Отец Небесный. Мы нуждаемся, Господь Иисус, в Твоем утешении, Господь. Мы нуждаемся, Господь, Твоей святой крови, которая нам может дать ту силу побеждать грех, Господь. Слава Тебе, если уже Ты есть тот непорочный агресс, Господь. Слава Тебе, Бене Ринату, Аллауре, Манес Ядов, Боре, Марис Ринату, Оре. Господь, если кто есть находится, кто имеет нужду, Господь, в выселении, если кто есть находится, кто имеет нужду, в выселении или в плоти, или в душе, Господь, кровь Твоя сильна, Господь. Помоги нам иметь ту веру, которая приходит в Слово Твоего, Господи, действовать с Твоей верою, Господь, немало не сомневаясь, Господь. Слава Тебе, Иисус, добудет Твое имя благословенный и прославленный, Господь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Слава Богу, Аллилуйя. Дорогие друзья, сейчас будет общее пение. Группа, пожалуйста. После пения общего будет наш хор, потом будет Илья, брат Илья будет петь нам. Опять хор будет петь и заключительная проповедь брата Андрея Петровского. Добросиловый Господь. Пожалуйста, встань. Наша надежда, Ты, Христов. Слава Богу, Аллилуйя. Ты, наше счастье и любовь. Ты, наша радость, ты, наша жизнь. Ты, наше счастье и мечты. Слава Богу, Аллилуйя. 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 Ты, наше счастье и мечты. Слава Богу, Аллилуйя. 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 Ты, наше счастье и мечты. На тебя мы уповаем, на тебя, чисто полагаем на тебя, Все расстреляем мы с небеса. На Тебя мы уповаем, на Тебя Бесполагаем на Тебя Все расстреляем мы с небеса. Дорогие друзья, прошу прощения, забыл. А сестер, сестры Курковы, пожалуйста, это ваше время. Потом будет за ними хор. Добро славя Господь. Одна минута, шестьдесят секунд. Одна шестьдесятая часть часа. Кажется, такое короткое время. Но иногда минута длится, как час. А иногда пролетает, как секунда. Но сколько всего может произойти за минуту? Одна минута может поменять всю жизнь. Одна минута может стоить жизни. Сколько раз мы слышали это слово? Сейчас, минуточку. Я буду через минуту. Ведь не так уж это и много времени. Всего лишь кусочек твоей жизни. Но все может измениться всего за одну минуту. Сейчас ты никто. А через минуту тебя все знают. И все говорят о тебе. Через минуту. Мир уже не будет таким, как он был раньше. Все может поменяться со словами. Вы потеряли работу. Вы заболели. Для вас теперь дорога каждая минута. Еще минуту назад все было спокойно. Все, что по плану. Все было под контролем. Но в следующую минуту все может поменяться. Вы готовы к этому? Катастрофа. Выстрел. Авария. Шторм. Пожар. Землетрясение. Или пришествие. Иисус придет на облаках. Во мгновение ока. Знаете ли вы, что за минуту человек моргает от 40 до 50 раз? А помните, как написано в 1 Коринфянам, 15 главе, 51-52 стихом? Говори вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трюбе, ибо вас трубит, и мертвые воскресны не тленами, а мы изменимся. И тогда одни скажут. Ей, гряди Господи Иисусе, мы ждали Тебя. И другие будут кричать. Горы и хумы, падите на нас. И покройте нас от лица сидящего на престоле. Тогда нельзя будет ничего поменять. Времени больше не будет. Ни одной минуты. Время уходит. Часы отсчитывают минуты. Еще есть шанс делать выбор. Что ты выбираешь, рай или ад? Жизнь с Богом или с дьяволом? Что ты выбираешь, рай или ад? Что ты выбираешь? Ты думаешь, что у тебя еще есть много времени, и ты можешь подождать? Выбирай сейчас, пока Бог не сказал. Твое время вышло. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Когда я зывал, руки свои к тебе простирал, я спал. Я не хочу жить за завесою, я не хочу жить за стеною глухой. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчий, я добрый отец, я обоотче родной. Моё сердце с тобой, мой сын дорогой. Небо открыт, единственный путь, отец через сына желает вернуть потерянный рай. Для тебя и меня вот в чём суть. Иисус, спасенье, открытая дверь, входи, человек, и живи без потерь. В царстве моём нет страданий и зла, о поверь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Я не хочу жить за завесою, Я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, Мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчий, Я добрый отец, я обоотче родной. Мое сердце с тобой, Мой сын дорогой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кирсимы Псалмами Субтитры создавал DimaTorzok 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 1 Иоанна 2,14 Я написал вам, юноши, потому что вы сильны И Слово Божие пребывает в вас И вы победили лукавого Иоанн говорит к юношам Но не только к юношам Это слово мы можем отнести К каждому из нас Я написал вам, потому что вы сильны И Слово Божие пребывает в вас И как результат Вы победили лукавого Конечно, юноши сильны Юность – это пора, когда действительно Физическая сила самая в расцвете Но здесь говорится не о физической силе Здесь говорится о той силе, которая есть Духовная сила Это сила Духа Святого Это сила Духа Это внутренняя сила Для победы над грехом И когда юноши И когда молодые люди сильны И здесь, прямо в этом месте Слова Божьего Мы находим и ответ И когда вообще христианин силен Когда Слово Божье Пребывает во мне и в тебе Когда Слово Божье пребывает в нас Только тогда мы сильны Только тогда мы сильны И когда Слово Господне наполняет наш разум И наше сердце Нашего внутреннего человека И только тогда мы себя чувствуем сильными духовно И мы можем что-то делать Мы можем побеждать У нас есть сила Только тогда, когда Слово Божье пребывает в нас И здесь говорит Иоанн о том, что вы победили Вы победили лукавого Когда мы, когда приходит победа Победа приходит в борьбе Мне хотелось бы сегодня обратить наше внимание На три борьбы Которые встречаются в нашей жизни И в каждой из них нам действительно нужна победа Нам только победа нужна Потому что иначе это будет поражение И мы не можем с этим согласиться Итак, первая борьба Это борьба против греха и против сил тьмы Которую действительно ведет каждый христианин В большей или меньшей мере Но мы встречаемся с этим И мы не можем молчать об этом Молодежь Есть атаки тьмы Есть борьба против сил тьмы и греха И об этом Библия не умалчивает И нам нужно быть готовыми Что мы встретимся с этой борьбой Что нам придется бороться И нам нужно быть готовыми к этой борьбе И победить И в этой борьбе нужно и можно побеждать Так говорит Слово Божье Мы прочитаем вместе послание апостола Павла к Ефесянам 6 глава 10 и несколько следующих стихов Ефесянам 6-10 Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом И могуществом силы Его Облекитесь во все оружие Божие Чтобы вам можно было стать Против козни дьявольских Потому что наша брань не против крови и плоти Но против начальств Против властей Против мироправителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесных Для сего примите все оружие Божие Дабы вы могли противостать день злой И все преодолев устоять Апостол Павел прямо пишет Что у христианина есть борьба И не столько против крови и плоти Как мы знаем, армии воюют друг против друга Люди убивают даже сейчас в наше время Было в прошлом столетии Две огромных войны, две мировых войны Там, где люди, миллионы людей Миллионы солдат разных армий Сражались друг с другом и убивали друг друга Но христианин имеет другую борьбу Не против плоти и крови Не против человека Против сил зла Против властей, мироправителей Тьмы века сего Против духов злобы поднебесных Это невидимая борьба Это невидимые власти Но мы боремся с этим Мы боремся с грехом Мы боремся со злом И эта борьба есть реально Эта борьба касается многих людей И Слово Господне говорит Чтобы успешно противостоять Силам тьмы Укрепляйся Господом И могуществом силы Его Для того, чтобы победить тьму Нужно быть сильным в Господе Нужно иметь силу Духа Святого Нужно иметь общение с Господом И тогда ты сможешь Как мы прочитали Все преодолевшее устоять И дальше апостол Павел В этих стихах Он описывает Что христианин Даже должен иметь Как солдат Когда идет на войну И он описывает Оружие римского воина Который имел щит Который имел меч Который имел шлем Который имел пояс И также он говорит Христианин Тебе нужен щит веры Тебе нужен меч Слова Божьего Для того, чтобы победить В этой войне Тебе нужно оружие Такое, как молитва Тебе нужно духовное всеоружие Тебе нужно оружие Молодежь Нам нужно это оружие Нам нужна живая вера Нам нужен меч Слова Божьего Чтобы нам побеждать И когда мы оказываемся Без этого оружия И когда нас атакуют Атакуют силы тьмы Тогда приходят проблемы И поэтому, друзья Нам нужно это всеоружие И пусть каждый сегодня Серьезно задумается Взял ли это всеоружие Имею ли это всеоружие Эта борьба Она встречается Однажды, когда Мы проповедовали Слово Божье Много лет назад На Украине И в небольшом таком собрании Один брат Молодой брат Проповедовал Слово И во время того Когда он проповедовал Он внезапно остановился И было видно Что ему тяжко говорить Но, как бы Собираясь силами И мы начали молиться За него За своего друга Мы начали молиться Господи, укрепи его Что-то помешало ему Говорить слово И он начал постепенно И Бог его благословил Пришла победа для него После служения Спросил Что случилось И он говорит Ты знаешь Стрела во время проповеди Враг хотел нанести Поранить Но он противостал Молитва друзей Поддержала его И Бог дал ему победу Эта борьба Духовная Встречается Она реальная, друзья И нужна сила Чтобы Все преодолевше Устоять Недавно Там, где я работаю Мы каждое утро Молимся И одна мама Сказала Помолитесь, пожалуйста За мою дочь Она сегодня Она работает В медицине И ее вызвали на appointment Чтобы она делала процедуру Для одной женщины Которая занимается колдовством И все в этом офисе медицинском Отказались Делать эту процедуру И вызвали эту девушку Молодую девушку Христианку И она говорит Она сейчас едет туда Помолитесь, пожалуйста Чтобы Бог благословил ее И оградил И охранил И мы, конечно, все вместе Помолились И Бог благословил Действительно Нужна Сила Божья Для того, чтобы была охрана Чтобы была победа Нужна сила от Господа И приходит победа Потому что Тот, кто в нас Сильнее того, кто в мире И Господь Иисус Христос Победу получил Он побеждал Он силы зла Он очищал и освобождал людей Которые были зависимы От этих нечистых сил И Он дарует эту победу Для христианина Для своего детяти Поэтому Господь хочет Чтобы мы были побеждающие Чтобы мы побеждали В этой борьбе Другая борьба Это борьба против самого себя Это борьба против своего характера Это борьба со своей плотью Со своим плотским я Со своими плохими наклонностями Борьба с самим собой Мы прочитаем Следующее место Слово Божьего Первое послание Апостола Павла Коринфянам 9 глава 26-27 стихи 1 Коринфянам 9 глава 26-27 Павел говорит «И потому я бегу не так Как на неверное Бьюсь не так Чтобы только бить воздух Но усмиряю И порабощаю Тело мое Дабы проповедуя Другим Самому не остаться Недостойным Он говорит Я усмиряю И порабощаю Своё тело Свой характер Когда я вижу Что-то неправильное Что-то греховное В своём характере Я начинаю бороться С этим Я борюсь Сам с собою Со своими наклонностями Я усмиряю И порабощаю Сам себя Почему? Он говорит Что если не будешь Порабощать Сам себя Даже если ты христианин Даже если ты ходишь В церкву Даже если ты поёшь И проповедуешь Ты можешь Проповедуя другим Сам остаться Недостойным И когда мы Хор пел Скоро Очень скоро Мы увидим Господа То есть опасность Что другие увидят А ты не увидишь А ты можешь Остаться вне дверей Потому что Проповедуя другим Ты не смотрел За собою И Павел говорит Я усмиряю И порабощаю Тело моё Хожу на служение Называюсь Христианин Но я наблюдаю За собою И порабощаю Своё тело Чтобы проповедуя Другим Самому не остаться Недостойным Однажды Царь Пётр Первый У него был большой приём Был большой бал И там было много министров Много послов было От разных государств Было такое торжественное собрание И Лакей Его слуга Который услуживал ему Он сделал что-то неправильно И этот царь Русский царь Он взял И ударил его По лицу И когда до него дошло Какой он постыдный Сделал поступок Это было позор Для царя Ударить своего слугу Видели Много людей Ему стало Очень стыдно И Пётр сказал Я шведов победил на войне Я свою сестру тоже победил А самого себя Так и не победил Дорогие друзья Это тоже реальная борьба Наш характер Он остаётся Когда мы даже приходим К Господу То наш характер Остаётся с нами И нам нужно Работать над собою Нам нужно работать Над своим характером Над своими привычками Над своими сторонами характера И смотрите Что говорит апостол Пётр Второе послание Петра Первая глава С пятого стиха Он говорит Для христианина Который пришёл к Господу И начал следовать за Господом Что он говорит Который уверовал в Бога Мы сегодня слышали о вере То вы прилагая к всему Всё старание Покажите в вере вашей Добродетель В добродетели рассудительность В рассудительности воздержания В воздержании терпения В терпении благочестия Благочестия братолюбия В братолюбии любовь Если это у вас есть и умножается То вы не останетесь Без успеха и плода В познании Господа нашего Иисуса Христа А в ком нет всего Тот слеп Закрыл глаза Забыл об очищении Прежних грехов своих Павел говорит Что в нас должно быть И умножаться Воздержание Терпение И другие качества А в ком нет всего Тот слеп Даже если называется христианином Но забыл об очищении Прошлых грехов своих И опасное состояние Время от времени Я бываю на заручениях Как служитель И однажды на одном из заручений Мы Ну беседуя с сестрой Мы спросили такой вопрос Сестра Понимаешь ли ты что Твоя молодость Когда ты была сама Предоставлена сама себе И что ты хотела То делала Но сейчас ты будешь женой И согласно Писанию Муж есть глава жены А Христос Глава мужу Понимаешь ли ты что ты Когда ты будешь женой называться Когда ты будешь женою То Ты У тебя будет глава И тебе придется слушаться Своего мужа И если даже у вас в семье будет Ну Два разных мнения И у тебя будет свое У мужа свое То кого ты должна Будешь послушаться У тебя уже глава Тебе придется послушаться мужа Ты должна быть послушной Своему мужу Потому что так говорит Слово Божье И сестра говорит Я понимаю Я начинаю это понимать К сожалению друзья Не всегда Не всегда и не сразу Мы все понимаем это Дети Слово Божье говорит Это прекрасный хор наш Но вы вместе с тем дети Вы имеете родителей И вы Хорошо быть На этой сцене Но когда вы придете дома Папа и мама И нужно послушаться Что скажет Папа и мама Если кто послушный То тому обетование Будешь долголетен Будет тебе хорошо И много проживешь И это обетование И эта заповедь Она не отменяется Для христианской молодежи Тем более Зная Господа Мы должны быть послушными Нашим родителям И вот один брат Рассказывает За одну За одну свадьбу На которой он был На этом же заручении Неверующий Знакомый Который был в университете Два человека Учились в университете На Украине И он решил Понравилась ему Однокурсница Он решил пожениться на ней И поскольку Это был студент Бедный человек И он такую простую Свадьбу делал Он только расписался И говорит верующему Человеку Пойди со мной В ЗАГС И будь свидетелем На моей свадьбе Когда я буду Расписываться Он говорит Ну неужели Нет никого другого Никого Пойди пожалуйста Со мною Пришли они в ЗАГС Он был свидетелем Со стороны Жениха И была одна девушка Со стороны невесты Несколько человек Пришли в ЗАГС И вот там В этом ЗАГСе Свои обычаи есть Нужен На эту дорожку На этот Ковер красивый Первый должен Вступить в жених А потом невеста Но в этой свадьбе Получилось наоборот Первая вступила Невеста Она встает туда И ей подсказывает Подожди Первый должен Стать муж твой А потом ты Потому что ты жена Ты будешь его слушаться Ты выходишь замуж Она говорит Нет В нашей семье Так не будет В нашей семье Будет так Как я скажу Я буду говорить А муж Меня будет слушаться Потому что Она была дочь Начальника большого А муж Был простой студент И она решила Что она имеет Преимущество В этой свадьбе И так несколько И она стала первой На эту дорожку И этот брат Рассказывает На этом заручении Знаете сколько Этот брак Просуществовал Три месяца Три месяца Непослушная жена Проблема большая Непослушные дети Проблема большая Друзья Как справиться Со своим эгоизмом Со своим я Со своей гордостью Со своим непослушанием Непросто И апостол Павел говорит Я порабощаю И смиряю свое тело Я борюсь сам с собою Дети Это нелегко Быть послушным Я знаю сам Нелегко Я помню Когда Мне казалось Это несправедливо Так как говорят родители Я лучше знаю Может быть Но Слово Божье Говорит Покорись Своим родителям И поэтому Нужно просить Силы у Господа Чтобы Быть послушным Сыном Быть послушной Дочерью И сказать Господь Если ты чувствуешь Что тебе тяжело Быть послушным Послушным ребенком Просто взмолись Господу И противостань Сам себе И скажи А я буду послушен Я исповедую послушание Я буду послушен Если тебе тяжело Быть послушной С женой Нужно перед Господом Это принести Нужно Противостать Самому себе И сказать Я хочу достигнуть Я хочу не только Называться Но быть христианкой Я хочу Чтобы проповедую Другим И ходя в церковь Чтобы я достигла Неба Чтобы двери неба Открылись передо мною Понимаю Что нужно быть Послушным Своему мужу Я избираю Послушание Послушание Приносит Благословение В семью Поэтому друзья Да благословит Господь В борьбе Против самого себя Побеждать Силою Бога Третья борьба Это борьба За благословение Это молитвенная Борьба За благословение Я сейчас не буду Читать третьего места Но я напомню нам Один только случай Это записано в Бытие Тридцать вторая глава Двадцать четвертый Двадцать шестые стихи Это история Об Иакове Это история Когда Иаков Возвращается После многих лет Возвращается домой Навстречу ему Выходит Брат Исав Которого он Обманул И с ним Четыреста людей И здесь Иаков понимает Что завтра Он и его дети И вся его семья Могут быть Мертвыми Что придет Расплата Некогда он Обидел брата Он остается На берегу реки Переправил всех А сам остается Остается он на ночь Но в эту ночь Он не спит В эту ночь Он не спит Он молится Этой ночью Он борется Он борется С ангелом Говорит Библия И он борется И ангел Уже когда Утро восходит Давайте представим себе Мы ночью Будем сегодня спать А кто-то Может не будет Спать У кого-то Может печаль У кого-то Может переживание Борьба И кто-то Может не будет Спать Но будет молиться В эту ночь Так молился Иаков И молился он До зари Всходит заря И говорит ему Ангел Отпусти меня А Иаков ему Говорит Не отпущу тебя Пока не Благословишь Меня Неотступность Неотступность Иаков знает На весах Его будущее На весах Жизни Его семьи Всего рода Ему хочется Чтобы все было хорошо Ему хочется Счастья Как всем из нас И он говорит Господи Я тебя не отпущу Благослови меня Благослови меня И там его Господь Благословляет Дорогие друзья И нам нужны Эти молитвы Ночные молитвы Когда мы задумываемся О своей жизни О жизни своих детей О жизни нашей О наших судьбах И когда мы думаем И видим Столько много Опасностей в жизни Столько много Хороших и нехороших людей Кто поможет мне И моим детям Пройти через эту жизнь Чтобы все было хорошо Чтобы все было безопасно Чтобы все было хорошо Только один Господь Тот Господь Который держит судьбу Каждого человека В своих руках И поэтому Перед этим Господом Нужно уметь Взывать Нужно уметь Неотступно взывать И просить Господи Я не отпущу тебя Пока ты не благословишь И Господь Видя Неотступную молитву Видя это желание Видя это смирение Это сокрушение В другом месте Написано Что Иаков Плакал и умолял И мы Это открывается секрет Как он молился Плакал и умолял И нам нужны Такие молитвы Нам нужно уметь Плакать и умолять Господа Если мы серьезно Относимся к своей жизни К своему будущему У каждого из нас Должна быть Эта молитва Эта ночная молитва Когда ты И Господь И ты говоришь Господи Кто может благословить Мою жизнь Мою судьбу Только ты На человека Нет никакой надежды Только Господь Надежда на Господа Благословение Господне Оно обогащает И печали с собой не приносит Но это благословение Достигается Через усиленную молитву Через молитвы и моления И поэтому нам Нужно научиться Бороться Этой молитвенной борьбой Бороться за свое благословение Бороться чтобы Господь благословил И презрел на нас И тогда придет Благословение Тогда придет победа Итак друзья Очень важно нам Иметь силу Очень важно иметь Силу Божью Силу Духа Святого Пребывая в Слове Божьем Чтобы нам Иметь и побеждать Иметь эту победу И побеждать В борьбе с грехом В борьбе с дьяволом В борьбе с силами тьмы Нам нужна Сила Святого Духа Чтобы побеждать Самого себя Свой характер Свои плохие наклонности Нам нужна сила Нам нужна победа и здесь И чтобы нам Получить благословение В молитве Нам нужна Сила от Господа Нам нужен Господь Нам нужна победа от Бога Давайте проверим себя. Может, кто-то сейчас переживает борьбу. Может, кто-то сейчас не уверен. Может, кто-то находится в каком-то томлении, в каком-то борении, искушении. И тебе нужна сила. Тебе нужна победа. Знай, сила у Бога. Давид однажды в Псалме сказал, однажды сказал Бог, и дважды я услышал, что сила у Бога. Тебе не поможет никто. Никакая теория, никакая красивая, ничего, ничего не поможет тебе. Только сила от Господа, только прямое вмешательство от Бога приносит победу, приносит силу. И поэтому нам нужно иметь силу. Нам нужно иметь и черпать эту силу. И написано, что сила в Слове Божьем. Когда мы пребываем в Слове Божьем, мы имеем эту силу. Что еще я хотел бы посоветовать? Как укрепляться? Как в своей жизни получать победу? Петь хорошие псалмы христианские. Сегодня наша молодежь спела несколько таких благословенных, хороших песен. Я хотел бы призвать, друзья, всех нас, давайте будем петь. Петь своими устами. Не только слушать магнитофоны, DVD и CD. Петь своими устами. И причем петь не простые песни, а благословенные, сильные, помазанные Господом. И мы должны знать эти песни. Может быть, это песни, которые пела мама тебе, которые мама и папа учили тебя. Вспомни эти сильные песни, которые вдохновляли тебя. И по их придет победа. Ко многим людям приходила победа через песню, через псалом. И последнее. Будем уметь молиться. Сейчас перед нами молитва. Давайте мы помолимся друг за друга, за нашу прекрасную молодежь, за их судьбы, чтобы милость Божья была над ними. И помолимся из-за себя, чтобы нам исполниться силой Святого Духа. Там, где мы мало читали Слово Божие, покаемся пред Господом. Попросим Господи, прости меня. Там, где я мало читал или читала Слово Твое. Там, где не так в жизни было. Но сейчас я стою перед Тобой, и мне нужна сила. Мне нужна победа от Тебя. А победу дает Господь. Склоним наши колени и помолимся Ему. Аминь. Благодарность Тебе, наш Господь и наш Бог. Аллилуйя. Боже, что сила у Тебя. Победа у Тебя, Господь. Слава и благодарность Тебе. Боже наш, Ты призвал нас следовать за Тобой. Ты призвал нас, Господи, исполнять Твою святую волю. Господь наш и Бог наш, Ты призвал нас побеждать, Господи, всякий грех. Ты призвал нас побеждать самого себя. И Ты призвал нас, Господи, чтобы нам, исполняясь Духом Святым, нам искать силы и Твоего благословения на нашу жизнь. Аллилуйя. И сейчас мы стоим перед лицом Твоим. И, Господи, приносим друг друга на руках молитвы. Господь, Ты видишь каждого, Ты видишь каждого брата и сестру на этом месте. Ты видишь тех, кто имеет переживания в жизни, кто имеет какую-то скорбь, какое-то борение. Господи, Боже, и нуждается в победе, нуждается в силе. А сила у Тебя. Авва, Отче. Ромена Глаудес, Дух Святой. Господи, пусть придет Твоя благодать. Пусть придет Твоя сила для победы. Во имя Иисуса Христа. Господи, Боже, пусть рухнут всякие оковы, всякие смущения. Пусть уйдет всякий страх, Боже, и всякая депрессия. Во имя Иисуса Христа. Да, будет Твой народ благословен. Да, будет наша молодежь благословена. Аллилуйя. Потому что сила Твоя, Господи, она дает победу. Она сокрыта в Слове Твоем. Благослови Твой народ быть побеждающим. Господь, Ты видишь, Господи, в этот час. Боже, кто имеет борьбу в своем характере, кто не может победить сам себя, кто видит свои недостатки, кто видит, Господи, много падений через характер, через непослушание. Но в этот час, Господь, мы призываем силу Святого Духа на такое сердце, на такие сердца, Боже. Укрепи и открой глаза, Господь. Его имя Иисуса Христа. Да, придет победа над гордостью, над непослушанием, над всяким превозношением. Ромене Гескарабеда Глаудес, Дух Святой. Потому что это не угодно Тебе. Да придет Дух послушания для молодежи, для детей. Господи, в семьях, во имя Иисуса Христа. Да придет победа. Да придет послушание. Да придет мир и страх Твои святость. Аллилуйя. Господь, слава Тебе за Твою победу, Господь. Авва Отче. Ромене Глаудес. Господь, Боже, каждый из нас хочет иметь Твое благословение. Господи, каждому из нас хочется, чтобы наша жизнь была устроена. Чтобы, Господи, наши пути были под Твоей охраной. Чтобы наши дети были под Твоей охраной. Господи, Боже, а это благословение у Тебя. И мы в этот час просим, благослови судьбы народа Твоего. Судьбы, Господи, наших детей, нашей молодежи. Каждого, кто в молодежном хору. Каждого, кто в нашей молодежи, в нашей церкви. Да придет милость от Тебя. Да придет устройство. Да придет сила Духа Святого Господи. Чтобы это была сильная молодежь, в которой их Слово Твое пребывает. Аллилуйя. Которые победили Лукавого. Авва Отче. Чтобы они исповедовали Слово Твое. Исповедовали победу Твою. Исповедовали Тебя. Что Ты живой. Что Ты, Господи, реальный. В их жизни. В их судьбах. Авва Отче. Да будет это сильная молодежь. Исполненная даров Святого Духа. Авва Отче. Господь. Благослови. Благослови родителей. Благослови мужа и жен. Он, Господи, мы все нуждаемся в Твоем благословении, в Твоем присутствии, в Твоей благодати. И мы уже благодарим Тебя за те многие милости, за отвеченные молитвы, Господь, что Ты много раз укреплял нас, давал нам победу. Господи, и мы верим, что Ты не изменился. Ты сегодня, вчера и вовеки тот же самый. И Твое благословение придет для народа Твоего. Прими благодарность, Господь, за это служение, за то обильное слово, которое сегодня было дано для нас. Пусть оно останется в нашем сердце. Все проповеди, псалмы, стихотворения. Господи, пусть закоренится и останется в нашей памяти, в нашем сердце, Господь, чтобы этим словом нам побеждать и приносить для Тебя добрый плод. Прими благодарность и останься с нами наш добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое и царство, и сила, и слава, веки. Аминь. Да благослови нас Господь. Братья и сестры, мы подошли к началу нашего служения вне церкви и подходим к заключению нашего служения в этом молитвенном дознании. А если у вас есть какие-то нужды, благодарности, можем сейчас и сказать, и мы будем заканчивать. Если у кого-то что-то есть, пожалуйста, не стесняйтесь, мы одна семья. Если нет, то давайте достанем, закончим благодатью и будем расходиться. А благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Продолжение следует...